МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прожили этот день, Украина и мир, узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Правоохранительные войны. Зачем генпрокуратура обыскивала НАБУ? Санитарная зачистка. На взятке пойманы руководители двух областных фитосанслужб. Из шахты на трассу. Львовские горняки снова вышли на пикет. Следователи, наследователи. Генпрокуратура пришла с обыском в НАБУ. Что искали и как в самом антикоррупционном бюро расценили такой визит коллег? Ольга Теребинская подробнее. Возле НАБУ десятки камер. Все ждут. А вдруг вот-вот сотрудники Альфы начнут выводить из здания друг за другом антикоррупционщиков. А с другой стороны подойдут добробаты защищать честных следователей. Именно такая информация с самого утра появлялась в сети. Но ничего подобного не происходит. К журналистам выходит пресс-секретарь ведомства и спокойно объясняет. Да, следователи ГПУ пришли. Да, с документами на обыск. Мол, детективы кого-то незаконно прослушивали. Представникам ГПУ было предъявлено усі розъяснюючі документи, які подтверджують законности представників Національного антикоррупционного бюро України. Було розъяснено також момент, що відповідно до законодавства ми не маємо права на автономное самостійное послуховування. Після чого, відтак, факти, наведені у хвалі суду, а також факти, за якими було розпочато кримінальне провадження Генпрокуратури, не відповідають дійсності. Наразі жодних документів вилучено не було, обшуків у приміщеннях співробітників бюро також не проводилося. Об'яснить, кого і за какую прослушку обвиняють, прессекретарь не змогла. Сама ще не знала. Після обеду всі камери переміщаються в Генпрокуратуру. Там вже більше подробностей. Генпрокурор говорить, НАБУ веде дело проти одного із роботників прокуратуры. Детектив бюро обратился в СБУ і получил два його номера телефона і санкцію суда на їх прослушивання. Як оказалось, один із номеров принадлежит не фігуранту дела, а обычному гражданину. Закон говорить, в разі якщо дедектив бачить, що в цьому потокі спілкується не фігуранты справи, що цей телефон не причетний до фігурантів справи і має негайно припинити телекоммунікацію, стоїть питання, він вичитував цю інформацію? Якщо так, він розумів, що це не фігурант справи. Якщо так, він порушив закон. Якщо відповідні, він не порушив закон. Як потім стало известно, це дело екзампрокурора Київської області Александр Колесник. Весною цього року НАБУ обвинило його в причастності к хищению із аграрного фонда 30 тисяч тонн сахара, стоимостью 300 млн гривень. Сейчас, по решению суда, він знаходиться під стражей. Генпрокурор подчеркнув шумиха вокруг сьогоднішнього обласка. Це не точно не є між відомчою і війною. Я ніколи цього не допущу. Звичайно, що перед тим, як прийти з обшуком, я зателефонував керівників Национального антикоррупційного бюро, пану Ситнику, бо вважаю його колегою по протидії злочинності і порушення закону. Но вот глава антикоррупційного бюро считає, що обіск цей неслучайний. Ведь недавно в Комітетах Рады поддержали законопроект, который може позволити НАБУ самостоятельну прослушку. Генпрокурор также заявил, следователи ГПУ все необходимые документы получили. І после того, як їх проаналізують, сделають вивод, хто із сотрудників какого правоохранительного органа, СБУ или НАБУ, имеет отношення к незаконному прослушиванию телефонов. Будем ждать результатів. Ольга Теребинська, Олег Решетняк, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. НАБУ снова вызвала на допрос нардепа Александра Онищенко. Тот снова не явился. Повторный вызов к детективам проигнорировали на сей раз и адвокаты нардепа. Об этом сообщили в антикоррупционном бюро. И заявили, если Онищенко и дальше будет игнорировать вызовы в НАБУ, дело передадут в суд и начнут процесс экстрадиции политика в Украину. Мы его ждали, он не пришел. Официйная повістка была опубликована. Теперь мы можемо звертатися до суду с клопотанием про обрання такого заходу, як примусовый привід. Детективы матимуть можливість після цього вже оголошувати пана Онищенко у всеукраїнський і далі у міжнародний розшук. А вот, що ответил сьогодні генпрокурор Юрий Луценко на вопрос журналистов о том, почему он подписал подозрення в совершенній преступлений Александру Онищенко аж через 22 дня после снятия с нардепа неприкосновенності. Як ви думаєте, звідки Онищенко екстрадують швидше? Із города-героя Москви, де він був той момент, чи і з столиці об'єднаного королівства Лондона, де він знаходиться в цей час? Я стверджую, що на дві ступини більша імовірність екстрадиції з міста Лондона. В ответ на заявление НАБУ Онищенко написал на своей странице в Фейсбуке. К суду готовиться. Повестку на допрос в бюро не получал. В Лондоне живет легально і свій лондонський адрес детективам передал. Приглашає їх приехати і задати все вопросы. На крупной взятки попался очередной чиновник. На этот раз погорел сотрудник фитосанітарной інспекції в Одесской області. Требував більше 26 тисяч доларів. Часть в валюте, часть в гримнях у руководителя одного із предприятий. За эти деньги обещал выдать фитосанітарные сертификаты на експорт зерновых в Египет без проведения экспертизы продукции. Чиновника задержали возле одного із развлекательних центров при получении взятки. Провели обыски у него дома і на роботе. З'явили компьютеры, флешки, блокноты с записями і пустые бланки карантинних і фитосанітарних сертификатов. Глава пресс-служби СБУ на своей странице в Фейсбуке написала, что буквально за неделю до этого фигурант давал інтервью, в котором утверждал, что не причастен коррупции, и опубликовала соответствующее видео. На этих кадрах исполняющий обязанности главного государственного фитосанітарного інспектора Одесской области Андрей Тофан. И еще одного інспектора взяточника задержали в Житомире. Как и одесский коллега, он тоже требовал деньги за прохождение фитосанітарного контроля и выдачу сертификатов. Отдавать им сду должны были предприниматели, работающие на экспорт. Сумма зависела от объемов продукции и составляла от 300 до 3000 гривен. Известно, что помогал інспектору лаборант. В их кабинетах нашли 5000 гривен, а дома 7000 долларов. Львовские шахтеры в который раз вышли на акцию протеста, снова требовать зарплату. Денег они не видели уже несколько месяцев. Но подействует ли их протест на чиновников, расскажет Галина Якушко. Трасса Львов-Роворусская. Как и неделю назад шахтеры снова собрались на акцию. Ходят по пешеходному переходу. Требования прежние – выплатить зарплату, которую им задолжали еще с мая. Немного чего за квартиру платить. Сейчас дети до школы идут. У меня двое детей. Я не знаю, чем их обеспечить. Зошитами. Немного рюкзака. Элементарно левцы, ручки. Немного чего купить. Сегодня горники перекрыли дорогу сразу в двух местах. Еще несколько сотен шахтеров с самого утра ходят по пешеходному переходу в пяти километрах отсюда. В результате на трассе образовался километровый затор. Большинство водителей отнеслись с пониманием и спокойно ждали на обочине, пока их пропустят. Некоторые высказывали явное недовольство тем, что не могут проехать. Мы хотим працевать. Хлопцы, я хочу ехать. Десять километров мы поедем. Народ страдает, который ничего не виноват в том, понимаете. Вот продукты везут, напевно, портятся. Я иду город робить, понимаете. Я не виноват в том, то до Киева нужно ехать. Там что робить. Как и на прошлой неделе, беспрепятственно могли проезжать машины, в которых были маленькие дети и медики. Через час к горнякам приехали чиновники из облгосадминистрации. Как будут решать проблему шахтеров, ни слова. Зато снова объясняют. Денег нет, потому что государство два года не финансирует угольную промышленность. Потребленные деньги от государства на заработную плату, также необходимые деньги на модернизацию. Без нее вартость выработки вуголья есть высокая. Пеняют на столичных чиновников и в самой компании «Львов Уголь». Говорят, добытый серец на реализацию отправили, а вот денег за него не получили. Но даже их не хватит, чтобы рассчитаться с рабочими. Ведь предприятия убыточные, нужны дотации, а их нет. Впрочем, после сегодняшней акции в министерстве пообещали. Погасить долги. Сами же шахтеры обещаниям чиновников не верят. Говорят, пока денег не увидят, будут и дальше перекрывать трассы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интерльвов». По следам торнадо. Генпрокуратура сегодня опубликовала видео с закрытых заседаний суда над торнадовцами. На сайте выложили 16-минутный ролик, снятый по видеосвязи во время допроса свидетелей и проведения следственных экспериментов. Лица некоторых фигурантов дела замылены. В ГПУ в который раз объяснили, почему дела торнадовцев слушают в закрытом режиме. Фигуранты не хотят разглашения их личных данных и фактов биографии. Также закрытое заседание поможет обеспечить безопасность потерпевших и свидетелей. Напомню, командира спецроты патрульной полиции «Торнадо» Руслана Онищенко и его подчиненных обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых создание в 2014-2015 годах преступной организации и совершение в ее составе тяжких и особо тяжких преступлений, а именно похищение людей, изнасилование, пытки, доведение до самоубийства, разбои и грабежи. Посмотрите, как вели себя подсудимые 2 августа во время допроса пострадавших. Заседание в итоге пришлось прервать. Пять на три это только начало, будешь вгореть, будешь вгореть, будешь вгореть, будешь вгореть. Пойду, ты ж предатель, мразь. А блатные узнают за золотой дождь, что ты с***банка. Я считаю, что условия, что сопротивляют такой поведенции обвиняющих, есть поторжение с боку отдельных народных депутатов Украины, которые, принимая такую высокую посаду, имея определенный влияние на них, вместо сопротивления здействия правосудия, наоборот, будучи особами, которые имеют недоторганность, используясь нею, проходят через кордоны работников полиции до залу суду и принимают участие в заворушениях, в котором им было место, как вы говорили, бля будилья суду 2 середня 2016 года. Напомню, пока торнадовцы бесчинствовали в зале Абалонского суда, у самого здания вспыхивали потасовки между полицией и Нацгвардией, и протестующими среди которых были люди с символикой добровольческих батальонов Донбасс, Торнадо и Айдар. Поддержать торнадовцев также приехали нардепы Игорь Масичук, Андрей Лозовой и Семен Семенченко. Последний даже призывал штурмовать Абалонский суд. Сторонники торнадовцев, требуя открытого процесса, забрасывали правоохранителей шинами и камнями, пытались перелезть через забор и прорваться в зал заседания. Потасовки продолжились и вечером, когда подсудимых выводили из здания суда, в ход пошли фаеры и слезоточивый газ, а автозаки были разбиты. Пострадали 27 правоохранителей. Из-за всего этого заседание суда, назначенное на следующий день, пришлось отменить. Некому и не на чем было доставить торнадовцев. Столичная полиция заявила о возбуждении уголовных дел по факту сопротивления и группового нарушения общественного порядка. Есть ли задержанные и, как продвигается расследование, сегодня в полиции не прокомментировали. Следующее заседание по делу торнадо запланировано на 9 августа. 150 тысяч долларов в компании на Кипре и 5,5 миллионов гривен в фирме на стадии банкротства. Очередной скандал вокруг крупного агрохолдинга. В СМИ попали документы вывода средств из компании на счета за рубеж. В очередной офшорной истории разбирались наши корреспонденты. Это одна из шести платежек. Получатель – кипрская компания. Все переводы на одну и ту же сумму. Бывшие сотрудники агрохолдинга МРИЯ заявляют о неоднократном выводе средств из компании. Согласно документам, только в апреле 2015 года компании, входящие в холдинг, перечислили на Кипр в целом почти 150 тысяч долларов. Деньги якобы заплатили за подбор персонала в селах Дереневка, Козова и Толстоя Тернопольской области. И это, согласно документам, только аванс, управляющий кипрским офшором некий Самир Хараламбус. В апреле того же года руководство агрохолдинга МРИЯ перечислило 5,5 миллионов гривен компаний ProTorxService Plus в селе Шпитьки Киевской области. По документам, деньги заплатили за некие консультативные услуги. Но самое интересное – компания, получившая эти миллионы, согласно госреестру, на стадии банкротства. Вот как на неудобные вопросы журналистов отвечает финдиректор МРИЯ Тон Хулс. Здравствуйте, это господин Дон Хулс? Да. Скажи, пожалуйста, вы 15-17 апреля 2015 года перечислили на кипрскую компанию, офшорную компанию, около 150 тысяч долларов. Скажи, за какие услуги и зачем эти деньги были перечислены? Скажите. Финансовые аналитики рассказывают, схемы вывода средств офшора для украинского бизнеса из года в год остаются прежними. Закупка услуг за рубежом – это тоже одна из самых массовых схем, способов вывода денег из Украины и по уклонению от налогового инспектора иметь право прийти в компанию и посмотреть, являются ли полученные услуги реальными. Это за рубежом. В Украине доминирует форма, то есть если документы оформлены неправильно, то оспорить такие операции практически невозможно. На сегодняшний день существует так называемый серый рынок. Система довольно простая. Деньги проплачиваются на некую компанию в Украине в гривне. Тут ее обналичивают, превращают в доллары, а потом есть так называемый серый клиринг. Вы здесь даете доллары, а офшор в офшор представляют безналичную валюту. Это не первая громкая история вокруг агрохолдинга. Ранее компания «Профит-контроль» обвинила руководство МРИ в незаконном зловладении более 140 единиц ее современного сельхозоборудования. Также сообщалось о попытке рейдерского захвата в интересах МРИ вот этого АТП фирмы «Глобалфит». Сам же агрохолдинг уже фактически на грани банкротства. Долг МРИ перед кредиторами свыше миллиарда долларов. И главный вопрос, знают ли заграничные инвесторы о том, что их деньги Саймон Чернявский и его партнеры не стесняясь выводят в офшоры. Андрей Кровец, Павел Медведев. Подробности телеканал «Интер». Из Львовского аэропорта сегодня утром не вылетел самолет авиакомпании «МАУ». Он следовал в Киев. Когда «Боинг» начал набирать скорость, экипаж обнаружил технические неисправности и принял решение не взлетать. Такая информация, по крайней мере, размещена на официальном сайте «МАУ». А что конкретно произошло, пока неизвестно. Специалисты проводят осмотр судна, чтобы выявить повреждения. В самой компании ситуацию решили не комментировать. Окружной столичный админсуд обязал государственную фискальную службу принять 2 миллиарда кубов газа 2006 года добычи в качестве залога по налоговым долгам от Укрнафты. Напомню ранее, ГФС отказывалась от описания этого имущества, в связи с чем Укрнафта обратилась в суд. Теперь компания ожидает скорейших действий со стороны фискальной службы, чтобы решить проблемы с исторической налоговой задолженностью. Продолжается азиатский вояж президента. Петр Порошенко завершил официальный визит в Малайзию и перелетел в Индонезию. Что привезет из этих стран в Киев, узнаем у Екатерины Доброгорской. У Петра Порошенко насыщенная неделя. Сегодня утром он после трех дней официального визита в Малайзию улетел в Индонезию. С руководством Малайзии президент Украины с 3 по 5 августа подписал несколько важных соглашений. О сотрудничестве в оборонной сфере, об усилении торгово-экономических отношений, а еще о реализации космических программ. Пообщался Порошенко и с малайзийскими бизнесменами. Рассказал об успехах Украины в ходе проведения реформ и призвал инвестировать в нашу страну. Мы планируем масштабную приватизацию государственных предприятий, которая будет проводиться прозрачно и на конкурентной основе. А также реформу корпоративного управления, приватизацию объектов нефтяной отрасли, электроэнергетики, машиностроения, транспортной отрасли. Они ждут малайзийских инвесторов. Порошенко напомнил, Украина и ЕС запустили углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. А это открывает огромные возможности для инвесторов. Украина может стать воротами для малайзийского бизнеса на рынке ЕС. Так же, как и вы приглашаете Украину через открытые ворота Малайзии выходить на азиатский рынок. Насыщенный день у Петра Порошенко и сегодня в Индонезии. С утра намечен ряд мероприятий. Встреча с президентом страны Джоко Видодо, спикером Совета народных представителей парламента Адека Мурадином, а также с султаном Джок Якарты. Первые новости появились еще до окончания переговоров. В своем твиттере глава государства написал пост «Индонезия отменит визы для украинцев». Позже подход к журналистам. Порошенко заявил, отдельной темой переговоров стало сотрудничество в аграрной сфере. И подчеркнул, по сравнению с 2015 годом товарооборот между Индонезией и Украиной вырос более чем на 50%. В разговоре с президентом Видодо мы также торкнулись о współпрацах в таких высокотехнологичных галузях, как и авиационная, включая Ан-70. СПОВПРАЦЯ в космической галузе. Укладена сегодня угода в оборонной галузе. Также значительно расширит наши возможности в плане военно-технического сотрудничества, СПОВПРАЦЯ в сфере оборонной промышленности, забезпечения соответствующей логистики. Визит президента Украины в Индонезию продлится до 7 августа. А уже на следующий год в Киеве пройдет третье заседание Межправительственной Украинско-Индонезийской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству. Петр Порошенко уверен, проведение этого форума усилит экономические связи и позволит создать взаимовыгодные проекты в различных сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Екатерина Доброгорская, подробности, телеканал Интер. Массированные обстрелы, в том числе и запрещенных минскими договоренностями крупных калибров по всей линии соприкосновения на Мариупольском направлении. Жарче всего в пылающем Широкине. Под вражеский обстрел сегодня попала и наша съемочная группа. Все подробности в материале военкора Руслана Смещука. Для Широкина боевые действия днем достаточно нетипичны. Но сегодня особый день. С раннего утра продолжаются обстрелы боевиков. Вот как вы видите, из-за огня противника здесь загорелся камыши и часть села. Оживились почему-то. И начали работать. С самого утра. Ну, все сколько я тут, получается, это редко было, чтобы они так рано утром работали. Сегодняшний бой в Широкине начался около пяти утра с плотного огня из БМП боевиков. После подключились и другие калибры. Работает БЭХа, двойка. Она, я уже говорил, с пяти часов утра. Я говорила, что кошмарит. Выскакивает, из зеленки отработала и сразу ушла. Минометы их работают тоже. И снайпер. Вскоре БМП противника из своей 30-миллиметровой пушки вновь начала поливать наши позиции смертоносным металлом. А минут через 15 начинается минометный обстрел. О, взрыв. Быстро туда. Походу 120-ка. 120-ка, да? Я вот тут сидел, аж в ногах чуть было полной. Ну, а так, считай, бега сяжешь. Кажем, боже, где? Тоже ж не сидим, где? Вони на нас, мы им. Переждал минометы, идем по разбитому поселку дальше. Повсюду следы от новых вражеских обстрелов. Вот тут, например, боевики использовали наводящуюся противотанковую ракету. От нее остался шнур управления. Это получается проволока, как говорится, ПТУР, управляемая ракета. Это что-то свежее или... До этого Широкина боевики обстреливали плотным огнем из самоходок. По словам украинских военных, не менее полусотни вражеских снарядов упало на поселок и окрестности. Возможно, такая активность связана с недавно прошедшей ротацией сил противника. До них вытянутся новые силы, у нас разведка даже это поведомляла. Оборона Широкина продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Тела российских военных, погибших в Сирии во время крушения вертолета Ми-8, находятся в руках вооруженной группировки Джихатан-Нусри. Об этом стало известно сегодня. Одни источники сообщают о двух, другие о трех телах. Ранее другая сирийская группировка, которая называет себя Генеральный фонд по делам заключенных, сообщила, что в ее распоряжении есть уже пять тел. О своих намерениях забрать военных для захоронения на родине официальная Москва сегодня не сообщала. Веселья не будет. По всей Франции отменяют фейерверки, фестивали музыки, театров, кино. Последний пример. Самый большой ежегодный блошиный рынок, который открывается в первый уикенд сентября в Лиле, в этом году не состоится. Власти перестраховываются, чтобы не провоцировать потенциальных террористов. Тем временем в стране все больше конфликтов на почве религии. Подробнее София Гордиенко. Во Франции бархатный сезон, обещают быть томным. Власти предпочитают не давать повода людям массово собираться в одном месте и в одно время. У социалистки Мартин Абри не зря железная репутация. Мэр города Лиле поставила крест на сентябрьском блошином рынке. Это моя ответственность, в первую очередь моральная. Избежать раненых и убитых во время этой ярмарки. Но блошиный рынок здесь название условное. Традиция свозить в начале сентября в Лиль хлам разной степени ценности не прерывалась со средних веков. На два дня весь город, сплошные ярмарка и ресторан, манящие миллионы посетителей. А если нет зрелищ, некоторые могут лишиться и хлеба. Торговцы антиквариатом, которые съезжаются со всей Европы, и рестораторы точно теряют клиентов. Это и событие, и, конечно, коммерческое мероприятие. И мы закладываем его в бюджет. Так что, в принципе, потери будут немалые. А вот в Марселе отменили мероприятие гораздо менее многочисленное и совершенно безопасное с точки зрения терактов. Организация женщин и детей с позитивным названием «Смайл-13» зарезервировала 10 сентября аквапарк для дам в Буркини. То есть в купальных костюмах до колен. Желательно еще и с покрытой головой. Обычные купальники запрещены, мужчины тоже. Я шокированная как женщина и как депутат. И не могу оставаться в стороне, когда речь идет о вопросах человеческого достоинства. В этом случае власти не сплоховали и мероприятие отменили, предложив всем плавать на равных условиях, без сегрегации по полу и дресс-коду. Надо сказать, что против Буркини, которые разрешены во многих бассейнах, иногда выступают и посетители, и некоторые француженки в знак протеста. Просто плавает топлис. Пока власти борются за светское общество, журналисты ищут пути, как не сотворить из террористов-кумиров. То есть наложить табу на упоминание имен, публикацию снимков и биографии смертников. Ведь дурной пример, особенно для неокрепших умов, может быть заразителен. И первым нашли выход в Шарли Эбдо. Карикатуристы, приверженцы ИГИЛ показывают в полный рост. Правда, с филейной частью вместо лица. И подпись здесь гласит, если бы я знал, что меня покажут, надел бы галстук. Тем временем, как узнали журналисты, пятеро организаторов теракта в Париже и Брюсселе, в том числе Салах Абдеслам и его родной брат Брагим, могли спокойно заниматься джихадом и не беспокоиться о хлебе насущном, так как получали материальную помощь от государства. Всего минимум на 50 тысяч евро. Это при том, что Абдеслам был владельцем бара в Маленбеке, а значит, права на это пособие не имел. Теперь власти пытаются выяснить, как такое могло произойти. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. Еще одна смерть на дороге. Военный погиб под колесами авто миллионера. Задержан, возможно, убийца водителя Блаблакар. И скандальный, я бы даже сказал, преступный старт Олимпиады в Ри. Об этом не только. Узнайте в второй части подробностей. Лесная мафия. Как буковинские гослесхозы крышевали незаконную вырубку. Горы смертоносного металла. Днепровские медики организовали выставку осколков, извлеченных из раненых в АТО. Лесной рейд. В Черновицкой области правоохранители устроили настоящую облаву на лесников. За день провели более полусотни обысков в кабинетах начальников лесхозов. Что искали и что нашли? Ольга Паломарюк расскажет. Бухгалтерская документация, фиктивные печати, штампы иностранных компаний и даже оружие. Такой улов сотрудников прокуратуры и СБУ в офисах руководителей лесных хозяйств Буковины. Рейд провели в пяти лесхозах и национальных парках. Общики проведены в Черновицком областном управлении лесомисливского хозяйства, в Бергаметском лесомисливском хозяйстве, в Староженецком, Путильском лесовом хозяйствах, в Национальном природном парке Вижницкий, в Глебоцком, в Держлесгоспе. У нас работа только начинается. За лесниками следили около года, говорят правоохранители. За время службы те успели выстроить целые схемы присвоения леса. Сбывали древесину только своим в обход аукционов, а также крышевали незаконную вырубку деревьев. Иснует полная схема распределения этих денег, отримения этих денег. И в этой схеме задеянны все, начиная от лесника, заканчивая определенными руководителями этих лесовосподарских предприятий. Впрочем, пока правоохранители изучают изъятые документы, директора лесхозов продолжают работать, но от камер прячутся. В Староженецком лесхозе, к примеру, нам не удалось пообщаться ни с руководителем, ни с его замами, ни даже с бухгалтером. Отказались комментировать ситуацию и по телефону. Проводилось вас с обшикой в лесхозе? Я в комментарии не даю, не даю, не даю. А вот общественные активисты, которые, к слову, не раз просили правоохранителей провести такую проверку, говорят, инспектировать нужно все лесхозы области и делать полную чистку кадров. Если бы с начала это, только первые шаги начали реагировать, этого всего не сталося. А так, они даже их попередили, и, зная информация, что будут обшуки, они себя вели очень спокойно. А за злочин, они должны ответить. По результатам лесного рейда уже начаты пять уголовных производств. И на этом правоохранители обещают мне останавливаться. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Авария в Чугуеве, Харьковской области. Мерседес Гелендваген на высокой скорости сбил военного на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте. Известно, что авто принадлежит местному бизнесмену, владельцу сети заправок по всей Украине. За рулем якобы был его сын, который сразу же выскочил из машины и скрылся. При этом в полиции утверждают, что виновник ДТП 35-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Но личность его пока в полиции не уточняют. Один из сослуживцев погибшего рассказал, что буквально сразу после аварии на место приехали с десяток молодчиков. Сняли с машины номера и попытались забрать ее на штрафплощадку. Вероятно, для того, чтобы криминалисты не сняли отпечатки пальцев. Но собравшиеся люди не позволили этого сделать. Мы даже сами не знаем, кого задержали. Того ли задержали, кто наехал. Водителя на месте не было. Была только окружающая группа лиц, плотных спортивных телосложений, которые просто присутствовали. Водитель находился на месте. В ходе оформления материалов пригоди также был на месте. Но ему стало зло. Была выкликана бригада швидкой медичной допомоги. Арестован подозреваемый в убийстве водителя Блаблакар Тараса Позднякова. Об этом на своей странице в фейсбуке написала глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Задержанный Дмитрий Голубь. Его взяли в Фемельницкой области. Киево-Святошинский райсуд уже арестовал подозреваемого на два месяца. Он проходит сразу по трём статьям. Умышленное убийство, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием. Напомню, Тарас Поздняков исчез в начале апреля. После того, как взял с собой в дорогу двух попутчиков по системе Блаблакар из Львова в Киев. Позже Ауди молодого человека обнаружили в гараже села Новосёлки под Киевом. Его тело до сих пор так и не найдено. В Украину постепенно возвращается ипотечное кредитование. Правда, объёмы выданных кредитов ещё далеки от тех, которые были до кризиса 2008 года. Да и банки стали намного пристальнее относиться к заёмщикам. Можно ли взять в Украине квартиру в кредит и сколько придётся заплатить? Разбирались мои коллеги. Скандалы, протесты и тысячи людей, оставшихся без жилья. Кризис 2008-2009 года поставил крест на украинском ипотечном кредитовании. Заёмщики, взявшие тогда кредиты в валюте, просто не смогли платить из-за падения курса почти в два раза. Многие рассчитываются с банками до сих пор. С того времени взять жильё в кредит в Украине было практически невозможно. Последние годы количество новых кредитов постепенно растёт, однако получить ипотеку может далеко не каждый. Условия должны быть при выдаче кредита к заёмщику таковы, что он просто на сегодняшний день вряд ли найдётся на территории Украины достаточное количество таких заёмщиков. То есть это белая подтверждённая зарплата, это первый износ 80% или близко к этому. То есть это практически не кредитование. К тому же от клиента потребуют предоставить солидное залоговое имущество. В тех банках, которые сегодня выдают кредиты на жильё, ставки начинаются как минимум от 25-30%. Однако, по словам экспертов, часто на деле они оказываются ещё выше. Чтобы не переплачивать, от банка нужно обязательно требовать указать в договоре эффективную ставку, где будут включены уже все затраты. Включает все скрытые, дополнительные, чтобы клиент понимал, какую по факту сумму ему приходится платить за обслуживание этого кредита. Клиент может оспаривать подобные вещи, когда он, заключая договор, видит, что ставка одна и в рекламе одна ставка, а мелким шрифтом указаны дополнительные комиссионные, которые ему необходимо будет оплачивать. С нечестными банкирами активно борются и сами застройщики, которые предлагают ипотечные программы на покупку жилья в новостроях. Разработали программу ипотечного кредитования на лояльных условиях для клиентов. Это минимальный процент, это более простой способ оформления от 21% до 23%. Это сроком на 10 лет с первым взносом 30% и с поэтапной выплатой основного тела кредита. Если клиент порядочно и вовремя платит, и у него никаких проблем нет, для него нет никаких проблем, чтобы это все осуществилось. Главное четко оценивать свои возможности и внимательно читать условия договора, говорят эксперты. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Горы смертоносного металла. Днепровские медики организовали выставку осколков, извлеченных из раненых в АТО. Наталья Грищенко продолжит. Родион в больнице уже две недели. В районе Широкина у него под ногами разорвалась мина. На бойце живого места нет. По всему телу осколки, руки, ноги, лицо. Прикованный к постели, он не перестает улыбаться и шутить. Много было? Много. Все, что было, все мое. Из бойца извлекли три десятка осколков, но много осталось. Врачи говорят, доставать опасно. В соседней палате не менее тяжелый боец, за жизнь которого два месяца назад боролись сразу несколько хирургов. Это кадры многочасовой операции. От ампутации спасали ногу. В руку здесь тоже пластину вставили. По всему телу осколки, легкая. Сколько их осколков, извлеченных из тел украинских бойцов. Врачи уже сбились со счета, но до сих пор хранят каждый. Выбросить рука не поднимается. Он тяжелый. Скорее всего, это артиллерийский снаряд. В этой картонной коробке вся история АТО. От снайперских пуль до фрагментов тяжелых орудий. На каждом порядковый номер и история ранения бойца. Чем меньше размер осколка, тем он опаснее, говорят врачи. Вот такие кули, они вылетят с великой скоростью. Их кинетичной энергии достаточно для того, чтобы пройти на вылет мозга. Но даже таких тяжелых бойцов удавалось спасти. На место поврежденной кости черепа вставляли титановые пластины. На этих слайдах операция одного из первых пациентов. Ее заведующий отделением нейрохирургии запомнил на всю жизнь. Это было как раз в Иловайске, помню, операция была 31 серпня, в неделю 2014 года. С начала АТО две тысячи тяжелейших раненых большинство спасли. Только лишь часть того, что мы извлекли из тел наших воинов. Большая часть мелких осколков выбрасывалась просто во время операции. Некоторая часть извлекалась военными, извлекалась следственными органами. Родион упросил хирургов оставить ему на память несколько осколков, извлеченных во время операции. Для него они больше, чем просто металл. Мне их еще нужно вернуть. Тем, которые затеяли это все в неразбериху. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Ночные обстрелы и попытки зайти в тыл армейцам малыми разведгруппами. Этим утром украинские бойцы вовремя заметили диверсантов в районе Песок. Удалось ли отбить атаку, расскажет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Прямая дорога на Донецк, до его окраины 800 метров. Еще год назад здесь так нельзя было свободно ходить, постоянно ложились мины. Сейчас же боевики бьют реже и точечно. В последнее время, как наступают сумерки, активизируется тяжелая техника противника. Работали танки. Выехали они с той стороны, доехали где-то до края той посадки. И работали оттуда, или по промке, или по Авдеевке. Сегодня в Авдеевке вражеских обстрелов танками не зафиксировали. Но все же разведгруппа боевиков пыталась атаковать с тыла позиции украинских военных. Они подпозлили в районе вот этих трех столбов бетонных. Ребята услышали, как сработал ночник, щелчок. И произошел оттуда выстрел. Ребята, естественно, дали ответку. Приблизительно где-то трое. Потом они начали отходить. В 2014 году в этом же месте добровольцы полка Днепр также остановили вражескую ДРГ. Двое наших погибли, а сепаратистов, взятого в плен, позже обменяли на десятерых украинских военных. В этом поселке Роман и его товарищи знают каждую тропу, каждый дом. После вывода Добрабатов из АТО решили вернуться. Уже как контрактники. Два месяца как бы уже втихаря собирал документы. То есть потом уже жена сама подошла и говорит, ну я вижу, что езжай. На вторую годовщину освобождения Песа днепровцы решили восстановить позицию, с которой началась оборона села. За время боевых действий погибли 12 бойцов полка Днепр. В их честь и установили этот форпост и крест. Было принято решение нами, что надо установить памятный знак, осветить его и почтить погибших здесь, освобождавших и защищавших Песа. Спустя два года на этом участке линии фронта почти ничего не изменилось, как и по-прежнему. Нет приказа освободить Донецк. Если они будут наступать, я практически уверен на 100%, может даже больше, что мы это наступление сможем отразить. И если будет команда идти вперед, почему бы нет. Турция добивается от США выдачи исламского проповедника Фетхолаха Гюлена, которого обвиняют в попытке переворота 15 июля. Из-за этого же закрывают школы и благотворительные организации, называя их гнездами терроризма. Как реагируют Соединенные Штаты, узнаем у нашего американского Сапкора Юлии Мендель. Международный скандал из-за одного человека. Президент Турции Раджеп Эрдоган продолжает требовать от США экстрадиции исламского проповедника Фетхолаха Гюлена. Анкара прислала американскому судебному департаменту 85 коробок. Доказательств его вины организации переворота в Турции 15 июля. Мы контактируем с властями США и получаем информацию о том, что процесс рассмотрения документов уже начался. Впрочем, в Вашингтоне заявляют, официальный запрос об экстрадиции, который так настойчиво требует Турция, здесь до сих пор не получили. Остальные документы пока не комментируют, занимая выжидательную позицию. Документы оценивают. Так кратко прокомментировал дело Госдепартамент. Тем временем в Турции президент Эрдоган блокирует доходы бизнес-компаний, связанных с Гюленом. Называя школы, благотворительные и другие организации, которые связаны с его движением Хизмет гнездами терроризма. Хизмет держится на бизнесе. Наверное, в этом его самая большая сила. Ведь проект не может быть успешным без финансирования. Мы намерены заблокировать его бизнес-связи, все доходы и любые другие контакты этой кровавой организации. В Турции выдан очередной ордер на арест Гюлена. Сам же проповедник написал официальное заявление, в котором отрицает свою причастность к перевороту и обвиняет Турцию в авторитаризме. Цитирую. То, что турецкая судебная система лишена независимости, уже задокументированный факт. Поэтому ордер это еще один пример того, как президент Эрдоган катится к авторитаризму и уходит от демократии. В самой же Турции задержаны и осуждены. За связи с его движением более 60 тысяч военных, представителей судебной системы и общественных организаций. Кроме проверок госучреждений, закрыт один частный банк и несколько медиакомпаний. Теперь Турция угрожает пересмотреть отношения США. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Страшный сон украинских мажоров. Дочь американского президента пошла работать и не в мягкое кресло уселась, а стала официанткой. Посмотрите в обзоре, какими вырастают дети сильных мира всего в цивилизованных странах. На зарядку становись. Президент Перу вывел всех министров на утреннюю фитнес-тренировку. На площади перед зданием правительства включили громкую электронную музыку и прямо на глазах у прохожих начали разминаться. 77-летний глава государства еле поспевал за инструкторами, но пообещал сделать зарядку еженедельной. Именно так теперь будет начинаться каждое заседание правительства. НЛО на улицах города в Ирландии полиция устроила погоню за неопознанным летающим объектом. Вот только тарелка не летела, а спокойно передвигалась по улицам в потоке автомобилей. Владельцем космического аппарата оказался местный художник Али Кемаль Али. Авто сконструировал для арт-выставки. Правоохранители убедились, что транспорт не представляет опасности и отпустили. Дэми Мур может стать принцессой. Голливудская актриса встречается с сыном королевы Великобритании герцогом Йоррским Эндрю. Ему 56 и последние 10 лет он в разводе. По информации французской прессы, ее величество не одобряет роман сына с кинозвездой, которая была трижды замужем. В том числе за актером Брюсом Уиллисом и младшим на 15 лет Эштоном Катчером. Также у Мур были проблемы с наркотиками и алкоголем. Отношения принца Эндрю и Дэми Мур продолжаются уже около года. Без тормозов Виталий самолет выкатился на автотрассу. Грузовой Боинг прилетел из Парижа. Удачно приземлился, но движение не остановил. Протаранил ограждение аэропорта и перекрыл проезжую часть дороги. Это произошло в 4 утра. Никто не пострадал, в том числе и оба члена экипажа. А вот лайнер хорошенько помяло. Сейчас идет расследование инцидента, в результате которого пришлось закрыть аэропорт на несколько часов. Дочь американского президента пошла в официанты. 15-летняя Саша Обама устроилась на подработку в ресторан на период летних каникул. В обязанности младшей дочери хозяина Белого дома входит уборка со столов и выдача еды. Смена девушки начинается в 7.30 утра. Вместе с Сашей на работу выходит еще 6 агентов секретной службы. Они дежурят на внедорожнике у стен заведения. Этот рыбный ресторан на островке в штате Массачусетс часто посещает семья Обамы во время отпуска. Сам Барак дружит с владельцем заведения. Уже совсем скоро в Рио-де-Жанейро начнется летняя Олимпиада. Это будут первые игры, которые пройдут в Южной Америке. Церемония открытия стартует в два ночи по киевскому времени. В эстафете Олимпийского огня сегодня участвовал и президент НОК Украины Сергей Бубко. По улицам Рио он пронес Олимпийский огонь вместе с сотнями спортсменов и болельщиков. Но не обошлось накануне Олимпиады и без скандалов. Бразильская полиция заявила, что арестовала марокканского боксера Хасана Саада. 22-летнего спортсмена обвиняют в сексуальном домогательстве к двум женщинам из обслуживающего персонала Олимпийской деревни. Это все об этой пятнице. Доброго вам вечера, хороших выходных и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин